так дружище привет спасибо что в очередной раз заглянул на канал в этом видео я расскажу мое видение вопроса алгоритм построения в многоквартирном доме системы видеонаблюдения что же сразу после заставки канала поехали итак на нулевом шаге необходимо произвести инспекцию имеющегося хозяйства нужно осмотреть домофоны используемые жителями ключи двери установленные на дверях магниты доводчики ручки и возможно имеющиеся какие-либо кабельные каналы конечно же нужно пройтись осмотреть все общие домовые помещения лифты лестницы входы в подвалы на чердаки и крыши если у дома имеются старые нерабочие камеры то нужно по максимуму конечно же рассматривать использование старых каналов и мест крепления камер здесь же мы уже предварительно решаем сколько камер нам нужно будет где можно организовать консьержные помещения сколько консьержей нужно и какой потребуется график их работы на следующем шаге нужно подумать о сборе средств и назначить ответственных как минимум ответственных за монтаж и за эксплуатацию системы на следующем шаге мы производим выбор между аналоговыми и цифровыми системами видеонаблюдения основным отличием аналоговой системы от цифровых которые в принципе наверное на данный момент нужно рассматривать в первую очередь так вот аналоговые системы имеют более дешевое оборудование то есть и камеры будут более дешевые видеорегистраторы будут более дешевые в некоторых случаях аналоговые системы позволяют получить достаточно высокую дальность установки камеры от видеорегистратора но на этом собственно говоря преимущество аналоговых систем заканчивается дальше идут только минусы то же время цифровые системы проигрывая аналоговым выше озвученных пунктах имеют сплошные преимущества гораздо более высокое качество изображения изначальную заточность на работу с интернетом возможность легко расшарить камеру и раздать доступ например жителям дома какой-нибудь установленный перед подъездом камеры нужно понимать что айпи камера даже вот просто одна и пи камера и например роутер это уже в принципе практически полноценная система видеонаблюдения то есть уже имея всего лишь два таких устройства вы уже можете этой системой видеонаблюдения оперировать что либо с ней сделать вы можете например подключившись к облачному сервису обеспечить запись изображения с камеры прямо в облачном сервисе просмотр архива в общем простор для фантазии естественно в цифровой системе вы можете и подключить физический видеорегистратор установить туда жесткий диск и иметь локальный архив который для вас будет абсолютно бесплатен в эксплуатации то есть единственно нужно просто потратиться один раз на покупку этого видеорегистратора и жесткого диска в общем айпи камера это фактически отдельное сетевое устройство своей сетевой картой со своей веб-мордой на которые вы можете зайти настраивать там очень гибко огромное количество разных параметров фильтров какие-то технологии улучшения изображения антиблики режима работы ночного дневного режима чистоту кадров чем полный простор для фантазии на данный момент рассматривать вариант установки аналоговых камер уже не целесообразно хотя целая армия монтажников да будет вам предлагать установить именно аналоговое оборудование ну хотя бы потому что с ним они привыкли работать его они хорошо знают и всегда разберутся а вот с цифровым оборудованием им кажется что чуть чуть более сложно все это сделать и не все в нем разбираются я рекомендую все-таки не вестись на такие предложения все-таки использовать более современное цифровое оборудование из практического опыта эксплуатации аналоговых систем я их в принципе не эксплуатирую но вот например в соседнем от меня доме эксплуатируется именно аналоговая система видеонаблюдения и спустя пару лет с ее монтажа на данный момент я к ним заглядывал и видел как у них сейчас система работает там из шести камер у них грубо говоря сейчас работают две и те работают с помехами сильным снегом то есть разглядеть там уже практически ничего невозможно надо бы наверное систему ему уже обслужить либо ее модернизировать но вот как-то недосуг важным моментом еще бы я хотел отметить это иногда возникающую сложность состыковки оборудования от разных производителей если вы собираетесь брать например какой-то определенный видеорегистратор то лучше наверно всего будет взять какие-нибудь и штатные камеры того же производителя либо те камеры этот регистратор который точно заведомо работают друг с другом например у меня видеорегистратор от компании новикам и до этого я тестировал камеры марки зоси недорогие с алиэкспресс и они с новикам у меня сразу же не состыковались там какие сложности нужно называется доставать шаманский бубен там разбираться вот а вот например камера течь и которая сейчас у меня в руках она с оборудованием новикам элементарно соединилась то есть штатная программа для поиска камер от новикама она легко данную камеру обнаружила кстати давайте мы эту камеру с вами распакуем и ее посмотрим здесь практически стандартная комплектация крепеж инструкция всякие приспособы для кабеля камера вот такая купольная она у нас имеет технологию по и то есть вы в принципе можете проложить один кабель на той стороне организовать инжектор в этот кабель и вот подключив этот самый сетевой кабель в камеру она у вас будет и запитана и подключена к сети это очень удобно технологию по и по возможности конечно же нужно всячески использовать если вы хотите организовать более компактный и красивый монтаж в отличие от вот установки тех самых дополнительных коробок в которые нужно все эти сплиттеры прятать вот эта камера у нас 5 мегапиксельная очень качественно если у вас бюджет конечно же ограниченный то можно брать камеры айпишные но без поя и в общем то обойтись недорогими комплектами так называемого пассивного поя инжектор сплиттер они в общем достаточно недорогие на следующем третьем шаге на мой взгляд необходимо определение и оборудование места размещения терминала видеорегистратора и монитора то есть в принципе уже консьержного помещения например в моем доме мы на 4 подъезда организовали всего один консьержный пост и у нас один консьерж умудряется присматривать сразу за четырьмя подъездами но здесь нужно оговориться что конечно же в этом случае бабушка консьержка уже вас не устроит то есть вам потребуется уже мужчина консьерж который может выйти поста и разобраться с теми же самыми мошенниками алкоголиками наркоманами ну или просто агрессивно настроенными посторонними которые пытаются зачем-то в ваш дом проникнуть следующий четвертый шаг по моему алгоритму предполагает определение и монтаж трасс как горизонтальных так и вертикальных каналов что это значит то есть во первых вам необходимо скорее всего установить видеокамеры не в одном подъезде а в нескольких для этого вам придется несколько подъездов объединять в одну сеть и в любом случае вам потребуется горизонтальная трасса в зависимости от конкретной конструкции вашего дома можно использовать для этого либо подвальное помещение либо можно смонтировать какой-то внешний короб который будет проходить по периметру дома и будет тем самым захватывать все четыре подъезда когда у вас будет решена горизонтальная трасса можно думать над вертикальными трассами можно в принципе провести по какому-либо кабельному каналу вашу линию на любое количество этажей подключить любое количество камер ну конечно же здесь нужно руководствоваться здравым смыслом например в моем доме мы не стали устанавливать камеры на всех этажах мы не стали устанавливать камеры в лифте мы установили по две камеры на каждый подъезд камера внутри подъезда и камера снаружи которая смотрит на домофон в принципе по максимально бюджетному проекту уже это решение обеспечивает практически все наши нужды на пятом этапе можно приступать уже к установке собственно говоря самих камер естественно лучше всего рассматривать максимально антивандальные камеры то есть это как правило именно такие купольные камеры причем может быть лучше делать даже вот не такого плана который полностью стеклянный со всех сторон колпак имеет а может быть такая срезанная немножко да то есть одно стекло и собственно говоря эту камеру тоже можно монтировать как угодно в разные стороны вращать руками вот есть еще и движущиеся камеры но они как правило более хрупкие и антивандальным их считать нельзя конечно же камеру желательно вешать максимально высоко чтобы она не была в непосредственной доступности людей то есть даже если например агрессивно настроенный человек возьмет например камень и попытается запульнуть в камеру желательно чтобы он не попал с первого раза чтобы все-таки это было достаточно от него далеко относительно технологий по и хочу отметить что бывают у нас собственно говоря пассивные комплекты по и наиболее дешевые но имеющие ограничение по дальности где-то наверно около 50 метров либо бывает так называемый актив по и то есть это например по и может поддерживаться например самим роутером ну и камерой например в этом случае дальность работы камеры по по и в таком случае может быть до 100 метров насколько я знаю с выбором камеры еще нужно конечно же выбирать и качество то есть количество мегапикселей мы остановились на 720p то есть это менее одного мегапикселя и в принципе нам эти камеры в общем то вполне себе подходит если же у вас есть какие-то например требования например чтобы можно было рассмотреть автомобильный номер то есть если автомобиль рядом с домом припарковался возможно для этого нужно использовать камеры более высокого качества 1 мегапиксель 2 мегапикселя в некоторых случаях может быть даже и 5 мегапикселей но нужно понимать что чем больше мегапикселей у камеры тем меньший период у вас уместится на жестком диске вашего регистратора с камерами с наименьшими на 8 камер у нас система мы храним записи примерно 3 месяца в общем-то достаточно неплохо важным преимуществом IP камер цифровых естественно является и то что вы можете оперировать доступом к этим камерам и можете раздать его жителям с аналоговыми камерами очень часто данный финт не проходит то есть просто оборудование элементарно не имеет данной функции ну и соответственно жителям в это не сможете предложить на шестом шаге моего алгоритма идет выбор между аппаратным видеорегистратором и облачным сервисом а также выбор метода записи либо это круглосуточная запись или запись видео только по движению вот наш выбор однозначно это физический регистратор это более выгодно и полностью в вашем контроле и запись видео по движению тем самым и реализуется максимально большой период хранения видеозаписи последний шаг это собственно говоря начало работы с системой то есть включение камер включение видеорегистратора включение монитора начало работы консьержа консьерж следит за камерами случае необходимости возникновения каких-либо трудностей или вопросов у жителей он к ним выходит отвечать на их вопросы помогает войти в подъезд разбирается кто куда пытается войти не санкционирован так называемое конечно же когда пост уже начал работать очень неплохо создать группу дома чтобы информировать жителей о тех происшествиях которые происходят уже собственно говоря перед глазами консьержа консьержа всегда масса новостей масса информации которая могла бы быть любопытна жителям вот группа дома для этого как раз таки очень удобно туда можно выкладывать и видео с фрагментами каких-либо происшествий кто-то падает разбивает голову происходят какие-то драки инциденты машины во дворе на парковке задевают друг друга что-то кто-то кого-то поцарапал это тоже можно видео выгрузить в группу тут же житель откликается говорит так вот кто мне оказывается поцарапал машину буду разбираться вот масса масса различных ситуаций до прибегают жителей которых может быть какие-то мошенники обманули опять таки тоже на камерах зафиксированы моменты появления этих мошенников и жители просят у вас выгрузить видеозапись чтобы предоставить это полиции для поиска этих самых мошенников ситуации очень много самых разнообразных из просто с посторонними которые непонятно зачем пытаются попасть в дом и с алкоголиками и с наркоманами и с бомжами несомненно конечно же если в вашем доме работает пост имеется консьер что порядка в доме конечно же намного больше важно еще момент что если в вашем доме появляется консьержный пост то опосредованно стоимость квартир в вашем доме она растет некоторые жители когда ищут в каком доме им покупать квартиру обращают особое внимание наличию в доме консьержного поста ну и соответственно порядка в доме там где проходной двор естественно там квартиры котируется ниже все на 7 я буду видео заканчивать если у вас остались любые вопросы после просмотра видео смело оставляйте их в комментариях под видео будьте уверены что я на ваш вопрос то обязательно отвечу расскажу какие-то практические случаи своего опыта наверняка что-то посоветую вот я же вас благодарю за просмотр видео до конца в самом конце мне как всегда формальности спонсорами видео являются международной площадке алиэкспресс тимон джер гвист и бангут список лучших товаров по мейверси как всегда ищите в описании к видео естественно если вам видео понравилось не забываем поставить жирный лайк кто не подписан на канал обязательно подписываемся нажимаем на колокольчик делимся ссылками на видео и на канал друзья в социальных сетях и мессенджерах поддерживаем канал все друзья всем удачи пока